Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это фокусы от моряка.ру. Я снова рад приветствовать вас на борту моего судна. В этом видео мы с вами будем делать очередной обзор очередной прикольной колоды. Колода это от известного фокусника по прозвищу Orbitda, поэтому эта колода, собственно, так и называется Orbitda. Прежде чем мы перейдем к обзору данной колоды, я хочу отдельно поблагодарить магазин 54карс, которые совершили подгон этой колоды на нашу судно. И благодаря этому магазину мы с вами ее и посмотрим. Магазин 54карс, конечно же, добавляйте в закладки, если он у вас до сих пор не добавлен. Ну а мы переходим и смотрим. Итак, друзья, добро пожаловать в обзор колоды Orbitda Playing Cards. Друзья, прежде чем я начну разглагольствовать, а вы будете слушать мой монолог, я советую сразу же, вот сейчас здесь вот ссылка появится на эти карты, сразу же перейти на страничку с этими картами. Почему я советую? Потому что это картишки реально крутые. Сейчас я вам их покажу, вы сами поймете. И что касается качества, ребята, это просто великолепие. Ну что же, давайте глянем сначала на данную обложку коробки. Здесь у нас, собственно, такой прикольный, вот что мне нравится в этой коробочке, это дизайн. Такой черно-белый дизайн, собственно, ничего лишнего, надпись. Orbit Playing Cards. Данная колода это произведение фокусника. Честно скажу, забыл имя и фамилию. Я помню, что у него погоняло орбита. Собственно, орбит переводится как орбита. И это издание является уже четвертым изданием, что, собственно, здесь и написано. И издание довольно-таки, ребята, крутое. Да, то есть вот эта орбита у меня вообще впервые появляется. И я очень рад, что у меня удалось попасть на эту орбиту. Итак, давайте продолжим. Значит, собственно, надпись Orbit, Playing Cards. Здесь такие вот прикольные полосочки сделаны, сероватые такие эти. Здесь надпись четвертое издание. В общем, в стиле космоса она такая сделана. Такие цвета космические. Просто белый, черный, там немножечко серенького. Здесь написано, произведено theorbitbrown.com Вот, вспомнил фамилию Браун у этого мужика. Крис Браун, по-моему, его зовут. Погоняло орбит. Да, ну и здесь надпись, собственно, Made in USA. Вот такое вот изображение здесь у нас вроде как планеты. А здесь такие вот людишки у нас стоят. А, прошу прощения, люди. И здесь летят такие космические корабли, похожие на шаттлы. Да, и сейчас мы с вами еще раз взглянем на них, потому что это изображение у нас на рубашечке, как вы догадались. Надпись 23, честно говоря, не знаю, что она означает. Давайте вскроем. Эмблему я здесь отодрал, но на эмблеме здесь точно такой же вот белый кружочек. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, друзья, мы продолжаем. Достаем нашу колоду. Да, собственно, здесь на язычках у нас что нарисовано? Здесь такая вот ракета, которая летит в космос. To the moon. Да, и, собственно, наверное, какая-то планета. Ну, давайте глянем, что у нас там внутри. Внутри у нас белая коробчонка. И такая вот она, собственно, прикольная такая коробочка. Друзья, что хочу сразу подметить у этих карт. Это качество. Качество с покрытием Cambrick Finish. Cambrick Finish это то же самое покрытие, как у картишечек B. А это, черт возьми, очень клево. Очень-очень клево, особенно для карточных механиков. Давайте глянем на рубашечку уже непосредственно на самих картах. Друзья, я прочел инфу о том, что здесь есть некие метки, которые позволяют определить карту зрителя. То есть, если карту вот так вот вверх-вниз перекладывать, то будет заметно. Я, если честно, не знаю, может быть, подослеп, молясь, но сколько я не смотрел, увидеть не смог. Поэтому убедительная просьба, если кто-то в курсе, обязательно пишите в комментариях. Так мы вместе составим полную картину. Итак, значит, у нас здесь, опять же, как я уже показывал на коробке, да, то есть изображение летящих шаттлов, планета, человечек здесь, человечек здесь и бескрайнее звездное небо. И здесь такие вот тоже планеточки. Собственно, здесь вот эта планета, по-моему, это Сатурн с кольцами. Кстати, очень крутое зрелище в телескоп. Если не смотрели, обязательно посмотрите, это реально офигенно. Да, кстати, что я забыл вам сказать. Здесь есть такая замечательная фразочка на крышечке. Здесь написано Это примерно переводится как Если долго вглядываться в космос, становится сложно посмотреть назад. Ну, примерно так. И, собственно, здесь надпись Persist and Endure То есть терпение и настойчивость. Терпение и настойчивость, друзья, это главное качество, которое должно быть у фокусника, у кордиста, да у кого угодно. У любого человека, который стремится совершенствоваться в своем ремесле. Итак, давайте посмотрим теперь на сами карты. Джокер, то есть это изображение, как привычный нам Джокер в байсерклостандартах, да. Как вы помните, там король едет на лесопеде. Здесь космонавт, сошедший с орбиты на планету на какую-то, да, едет на этом самом лесопеде. Здесь надпись такая, здесь, видите, цифра такая 23. И здесь такая вот роспись, роспись, как я подозреваю, самого Криса Брауна по прозвищу орбита. 23, как мы помним, на коробке здесь тоже надпись 23. Что-то это, наверное, значит. Далее, как мы видим, космонавт едет в скафандры. Здесь такая эмблема пик, да. И здесь такие вот у нас круги с человечечками, как мы помним, да. На коробочке человечишка, тут тоже человечишка, человечишка, человечишка. Здесь такой же второй космонавт, так же едет. Здесь пиковая мазь, здесь такой у нас космонавтик. Как мы видим, с американским флагом на горбу. И смотрит на нашу планету. Собственно, по ходу с Луной, потому что очень как-то уж все рядом. И здесь, собственно, звезд. Ну, в принципе, да, где они еще высаживались? Ну, нету. Здесь также надпись Persist and Angel, то есть терпение, настойчивость, колода орбита, The Orbit Brown Com. И опять же надпись 23. Так, давайте посмотрим, что у нас на самих картах. То есть здесь вот такие вот у нас шрифты одинаковые, цвета одинаковые, в принципе, стандартные, да. А вот изображение старших карт уже изменено. Здесь изображение, как, например, на черных краунах, на черной короне. Вот такие же изображения старших карт. Вот такая дама, тот такой король. То есть изображения здесь уже не стандартные. Буби, обратите внимание, также не стандартные. Да, десятка. Валет. Лицо, не знаю, чье, возможно, самого Криса Брауна. Дамочка. Это, по-моему, его жена. Король, не знаю. Далее здесь король такой вот, дама. Валет. Да, тоже все, собственно, стандартное. Также туз. Король черви. Это, насколько я помню, это отец Криса Брауна. Человек, который сумел излечиться от рака. Вот этот вот червовый король. Это дамочка такая здесь. Валентин. И, собственно, все оставшиеся карты. Вторая карта дубликат 8 пик. Хорошо подойдет для трюков. Ну и, собственно, даблбэк. Для трюков с даблбэк картой. Итак, что касается качеств, друзья. Как я сказал уже, покрытие Кэмпинг Финиш карты невероятно мягкие и невероятно клевые. Я представляю, что с ними будет, когда они немного разработаются и притрутся. То есть скольжение классное. Веерятся, контролируются они точно классно. То есть, пожалуйста, все у нас веера проходят замечательно. То есть все это мы умеем делать с вами. Тасовочки все. То есть, пожалуйста. Что касается карточной механики. То есть, как бы это отдельное направление. Это не фокусы. Вот эта колода для этого дела точно хорошо подойдет. Потому что по себе знаю, что такое B и Кэмбрик Финиш. Соответственно, теперь будем практиковать все это дело с колодой Орбит. Потому что мои бишечки уже так заметно подострепались. Итак, друзья, колода Орбит была представлена вашему взору. Всем настоятельно рекомендую данную колоду заиметь себе в коллекцию. Поэтому сейчас же переходите по ссылочке, которая в описании. Приценивайтесь. Берите себе на заметку. Ну а на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. И дохранят вас боги моря и небес. Пока-пока.